эфир здравствует эфир один миллион пять миллионов проверка связи к связи и готовности вот эдуард васильев сегодня мы проводим васильевым чтобы показать всем что рефлейм это чисто мужской бизнес вот иногда мы просто привлекаем женщин приветствую привет привет а я тебя дорогой наставник давно не виделись а ты скажи пожалуйста ты где сейчас находишься владимир ой тебе показать где я нахожусь да 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 сочи шикарным видом на море хорошо у нас у нас не море волос у нас у нас не море снегопад опять да нет сейчас слава богу более-менее погодка станет так ну что давай 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 ай-яй-яй-яй как у вас там хорошо так хорошо но мы с тобой как о погоде будем или о бизнесе вот с тобой готов разговаривать вообще на любую тему я думаю это мы мы поговорим о бизнесе потому что ребята наверняка хотят про бизнес я кстати делал опрос про вопросы вопросы были только бизнес его вы только давай единственный знаешь володь единственный вопрос такой почему-то он много раз прозвучал и мне я вначале так отмахнулся от него но когда я от четырех людей одинаковый вопрос получил я решил с него начать давай было ли у владимира полежаева на первых этапах желание бросить во время первого этапа не было желание бросить во время первого этапа утомило было первое желание бросить когда она понимаете просто получилось так что у нас нет спонсора и нам всему приходилось учиться самим причем в девяностошем году вот поверьте мне не было вообще других компаний сетевого маркетинга кроме гербалайфа сейф инвеста и еще какой-то компании моряка и помощь не было других компаний не было как никакой литературы по сетевому маркетингу нам все пришлось создавать с нуля и поэтому на самом деле вот первые три месяца наша работа и наша академия мы учились у своих результатов почему потому что на самом деле первым месяцем занялись продажами только на продаж мы заработали 900 долларов второй месяц мы очень наглядно почувствовали что смысл бизнес не в продаже почему потому что утомило было личных личных баллов полторы тысячи полторы тысячи долларов большом счет у полторы тысячи долларов лично в продаж и у дочери маргариты было полторы тысячи долларов но зарплату томила была в четыре раза больше и после этого мне кто угодно мог бы объяснять что смысл это бизнес-продажа, я кому угодно доказал бы, что это просто, глядя на распечатку, смысл это бизнес-продажа. То есть, на самом деле, в первом месяце мы занимались продажами, но Маргарита тоже занималась продажами. Вот. Полторы тысячи долларов и полторы тысячи долларов. Сейчас люди думают, как сделать 100 баллов, как сделать 150 баллов. Блин, работать надо просто. Понимаете? А тогда по полторы тысячи долларов легко делали люди. Делали даже по три тысячи долларов. И по 3,5 тысячи долларов в одиночку лично. Но, как практика показала, это не самый лучший вариант работы в этой бизнесе. Потому что на втором месяце, когда я увидел, что у Томила у Маргариты полторы, а зарплаты в 4 раза больше, я говорю, так, надо людей приглашать. Надо людей приглашать. Это был второй курс нашего обучения в сетевом маркете. Первый месяц продажи, второй месяц приглашение людей. И только на третий месяц мы дошли до смысла, до обучения людей. Потому что на третий месяц у нас уже была 11-21% группа. Тогда это была 21% группа. То есть 11. Почему? Потому что мы всем говорили, ребята, не увлекайтесь продажами, только не скатитесь в продажи. Вот мне сейчас очень понравилось воспоминание Татьяны Ковзик. Татьяна Тимофеевна, заслуженный учитель России. Заслуженный учитель России. Она говорит, ей просто рефреном у меня звучали слова Владимира. Только не скатись в продажи. Только не скатись в продажи. Понимаете? А потому что продукция на самом деле понятная, по ней продукция всем нужная. Продукция качественная, по оптимальным ценам. Понимаете? И люди делают заказы. И вот основная рекомендация, посыл нашим лидерам. Не скатитесь в продажи. Потому что на самом деле никогда ни один продавец никогда не даст такого творчества, как один организатор. Потому что, смотрите, если человек занялся продажами, он вышел на свой потолок. Ну, например, там 10 тысяч рублей, там 15 тысяч рублей в месяц. Он и через год будет 10-15 тысяч, и через 50 лет будет 10-15 тысяч. Раньше не устанет и не уйдет. Но если человек сегодня пригласил одного человека, потом еще пятерых, потом еще троих, потом еще одного. Понимаете? Он каждый месяц, каждый месяц не наращивает товароборот. Вот это вот самые интересные люди для компании, это самые интересные люди для меня, это самые интересные люди для бизнеса. Володь, а у меня сразу вот зацепилось, да, организаторы. А вот кто такой организатор, Володь? Почему? Вот смотри, вот многие, да, многие в Oriflame. Но не все ведь организаторы, Володь. Вот что вот отличает организаторов бизнеса? Значит, организаторы – это люди, которые, знаете, я сейчас просто так больное отступление сделаю. Наверное, слышали такое выражение, если хочешь, чтобы было сделано все как надо, сделай это сам. Это такое общее известно выражение, но на самом деле это выражение бедных людей. Потому что все успешные люди, они никогда ничего сами не делают. Они организовывают процесс так, чтобы все происходило так, как им надо. У них розы подстригает садовник, машину вводит водитель, деньги считает бухгалтер, сантехник не чинит, сантехник. Они просто все организовывают. У меня женщинка училась в Прикановском институте, она говорит, у нас был очень хороший менеджер, он сказал великолепные слова. У хорошего менеджера, у хорошего организатора может отсутствовать любой ресурс, кроме временного, потому что он все свои дела умеет делать чужими руками. Потому что на самом деле, вот знаете, просто есть люди, которые не знают, что делать со своими руками. Если у вас не хватает своих рук, научитесь пользоваться руками людей, которые не знают, что с ними делают. Если у вас не хватает своих ног, научитесь пользоваться ногами других людей, которые не знают, что с ними делают. Если у вас не хватает своей головы, научитесь пользоваться головами других людей, которые не знают, куда их приложить. Если у вас не хватает своего времени, научитесь пользоваться временем других людей, которые не знают, куда его девать. То есть организаторы. Обязательные условия любого успеха в любом бизнесе. Что это касается нефти, это касается медиа, это касается металлов, это касается торговли, это касается строительства. Всегда самые лучшие люди – это организаторы. Организаторы – это люди, которые отвечают, берут на себя ответственность за происходящее. Это локомотив, который тянет за собой весь паровоз. Организаторы – это всегда центры кристаллизации. Чтобы быть организатором, надо в первую очередь быть самому интересным. Надо много знать, надо много уметь, надо много читать, надо много слушать семинаров, вебинаров, общаться со спонсором, общаться с успешными людьми. И перенимать работающие опыты. Вот это вот организатор на мой взгляд. Давай слушаю дальше. Хорошо, Володь, а вот скажи, вопрос тоже прозвучал, и до этого задавали мне вопрос, да? Ну хорошо, Володь, когда ты начинал, было мало компаний. Сейчас конкуренция выше, ситуация другая, да? Как сейчас преуспевать? Вот как ты считаешь? Я считаю, что надо просто брать и преуспевать. Потому что сейчас вообще уникальное время, уникальное время. И я сейчас имею в виду не то, что вот эта пандемия, не то, что мы сидим дома, у нас есть возможность учиться, слушать лучших, на самом деле общаться со своими знакомыми по телефону, по скайпу, по ватсапу, по вайберу. По всем вообще, знаете, просто грести надо всеми взрослыми. Но я сейчас считаю, что это самое лучшее время, потому что, как бы, уже большинство людей... И дело в том, что, когда мы начинали в 96-м году, было очень сложно работать, потому что, как только начинал рисовать солнышко, вот эти вот пирамидки, сразу говорили, а, финансовая пирамида. То есть, на самом деле, по России прокатилась МММ, по России прокатилась властелина, по России прокатилось много-много финансовых пирамид. И люди, как только вот, ну, смотрели на пирамидальную структуру и сразу говорили, пирамида. И все, как будто они клеймо повесили. И они дальше не слушали. Все, пирамида, все. То же самое я столкнулся в Китае. Вот. И мне пришлось на самом деле придумывать, как в этой ситуации выкручиваться. Потому что, на самом деле, я просто так всем и говорил, что, на самом деле, ребята, пирамидальная структура, пирамидальное строение – это не только в сетевом аркетинге. Вся наша жизнь построена по пирамидальной структуре. Ну, например, Министерство обороны, государство, семья, школа, церковь – это все пирамиды. Ну, просто разные пирамиды бывают. Я знаю три вида пирамид. Первый вид – это финансовые пирамиды, административные пирамиды. Административные. Министерство обороны, государство, Дума, там, все вот эти вот. Административная пирамида. Мэр, губернатор, префекты. Деньги на поддержание государства. То есть такая административная пирамида, на самом деле, система подчинения. Товарная пирамида. Товарная пирамида. Потому что министерство торговли тоже пирамиды. Министерство, главки, турб, юниоромаги, старшие продавцы, младшие продавцы, младшие продавцы, деборники. И есть те виды пирамид. Третий вид пирамид. Финансовые пирамиды, которые во всем мире запрещены. Что такое отличие основной финансовой пирамиды от этих первых двух? Там платят деньги за приглашение людей. Вот министерство торговли тоже пирамида. Но это пирамида товарная. Почему? Потому что деньги, которые выплачиваются всем этим настройке, она заложена в стоимость товара. Арифлейм тоже товарная пирамида. Если я сейчас приглашу тысячу человек, мне не готовятся ни одного рубля. Но мне заплатят 5% от товароборотов всех людей, которые я пригласил в Арифлейм. И поэтому на самом деле направление организаторов, направление организаторов, на самом деле для седьмого маркетинга очень хорошо срабатывает эта американская пословица. Лучше получать по 1% с работы 100 человек, чем работать одному и получать 100%. В сетевом маркете ее можно перестроить по-другому, перефразировать. Лучше получать по 1% с работы 10 тысяч человек, чем работать одному и получать всего 100%. Хорошо Володь, скажи, пожалуйста Сейчас, просто я сейчас немножко закончу Дело в том, что Когда мы начинали этот бизнес Было очень сложно разговаривать с людьми Потому что как только начинаешь говорить А, пирамида, все, и дальше мы не слушали Сейчас уже многие компании Очень многие лидеры Показали, что это может быть бизнесом И уже с порога не отрицают, что это пирамида То есть уже стало легче работать Стало легче работать А вот дальше возникает вопрос Почему люди за вами не идут? Чем вы так вот подмочили свою репутацию У своих знакомых, у своих друзей, у своих родственников? Почему они вам не верят? Почему ваши друзья Крутят пальцем около виска И отходят в сторону? Потому что на самом деле это очень хорошая проверка на вшивость Кто ваши друзья? В сложной ситуации они пойдут с вами Или покрутят пальцем около виска И скажут, вот сам сначала за работу А потом меня, конечно, приглашать То есть на самом деле бизнес очень хорошая проверка на вшивость Очень проверка на товарищество На дружбу Потому что друг это тот, который Не только в радости, но и в беде Друг это Как сказать? Друг тебя не бросит Потому что это самый лучший друг Вот На самом деле Вот вы знаете, на самом деле я просто подумал Что вот армейская дружба Армейская дружба, она самая крепкая Почему? Потому что она прошла через испытания Она прошла через изучение Через тревоги, через Не могу, через не хочу И даже вам человек мог не нравиться Он мог чем-то не нравиться Но вы знали, что на него можно рассчитывать С ним можно идти в разведку Вот Что такое разведка в наше Гражданское время? Это работа в поле Работа с людьми Жизнь, она лучше всего показывает Кто чего стоит А если у вас пока не получается Значит Надо просто над собой работать Возможно все Надо только придумать как Потому что Если у кого-то получается Значит это возможно Если возможно Значит это можно сделать Поэтому, ребята Понимаете Не получается Значит Ну недостаточно ваши Убедительные Мне очень нравятся Это вот Слова Вот Это Путина Иначе просто Ну просить его Такая поблажка Бизнесу Какие-то предложения делать По экономике Ни одно его предложение Не было принято Ну и Корреспондент Потом спрашивает Ну что Как Ходорковский Наверное ставил Позицию Он говорит Нет Ну у вас же Ни одно предложение Не приняли Он говорит Ну значит Мои аргументы Были недостаточно Убедительные Ага Да-да-да Поэтому если С вами люди Не соглашаются Если я не готова Вас выслушать Если я не готова За вами идти Значит ваши аргументы Просто недостаточно Убедительные Значит надо просто найти Поработать над собой И найти аргументы Которые будут Людей Как бы Приводить В ваш бизнес Слушаю Хорошо Володь Смотри Вот в тем Пока мы не ушли Далеко от Организаторства Да Что говоришь Володь Да Я слушаю Володь Вот смотри Пока мы не ушли Мы не ушли В сторону Проорганизаторства Скажи Вопрос Прозвучал Как стать системным Еще раз Как стать системным Ну надо просто Систематизировать Свои мысли Свои поступки Потому что На самом деле Вот просто Очень хорошая Как бы Констатация Факта Что Бардак На столе Начинается С бардака В голове Сначала Надо мысли Свои систематизировать В голове Потом Это выльется Все на бумагу Потому что На самом деле Надо просто Четко научиться Работать с бумагой Надо просто Научиться Работать с бумагой Потому что Мысль Сформулированная Изложенная На бумагу Начинает жить Отдельной жизнью Вот Потому что Вы знаете Я сейчас пост Написал Я не знаю Сейчас Могу Сейчас зачитать Давай Давай В скором Времени Выложу Опять Вот Ну смотрите Я ничего не успеваю Делать Заедает текучка Что делать Люди Ко мне приходят Жалуются Ничего не успеваю Делать Заедает текучка Что делать Надо начать Планировать Свою жизнь Свои поступки Надо научиться Работать с бумагой Когда вы запишите Например Не сделаете что-нибудь То вам потом Будет стыдно И сразу будет видно Где у вас узкое место В вашей жизни Зачем поработать И потом Как иллюстрация Анекдот Один человек Берет кредит В мусульманском банке Ему сразу Выдают нужную сумму Скажите пожалуйста Где надо расписаться Не надо расписаться А договор Пописать Не надо договор А если не отдам Ну вам стыдно будет Перед кем Перед всевышним А когда Когда вы перед ним Предстанете А когда же я перед ним Предстану А на следующий день Как не обернете деньги Вот То есть на самом деле Когда вы записали Свою жизнь на бумаге Свои планы на бумаге А потом Вы Вечером На следующий день Прочитали И ничего не реализовано Вам стыдно будет Стыдно будет Просто перед всевышним Перед собой В конце концов Вот И когда Станет стыдно То вы начнете Вводить коррективы Значит Планы составляются Для того Чтобы Жить по плану Понимаете На самом деле Вот есть такая фраза Интересная Что почему-то Люди свой отпуск Планируют более тщательно Чем свою жизнь Когда мы едем в отпуск Мы каждый день планируем Чем будем заниматься Что будем делать Что будем одевать Что будем кушать Вот Когда наши Вопрос касается нашей жизни То мы просто Плывем по течению А плывет по течению Вы все знаете что Завно Если не это самое Если Не понимаете По-другому Понимаете Вот И поэтому На самом деле Вот Я просто Обращал внимание Не один раз Что Самые занятые люди Самые занятые люди Они на самом деле Все делают По плану Вот Взять Например Тебя У тебя расписание Уже на месяц Составлено Когда у вас Будут прямые эфиры С тренировками У вас будет Уже на месяц Все расписано Когда будут прямые эфиры С лидерами С своими Ключевыми партнерами Знаете Успех Человек всегда планируется Всегда планируется Всегда планируется Вот Все успешные люди На самом деле Планируют свою жизнь И планируют свои поступки А если человек Планирует свои поступки Он всегда найдет 30 минут для того Почему На самом деле интересно Поэтому планировать надо Ребят И отсюда Войдется структурирование Время Структуруется мозгов Когда вы начнете Просто потом Читать Что у вас Не получилось Вы Сразу увидите Где собака Порылась Классно Давай следующий вопрос Спасибо Володь За откровенность Особенно Вот про это Стыдно Ты знаешь Вот Давай вот эту Зафиналим Вопрос Про планирование Частенько Вопросы звучат Как правильно Планировать А как мне Спланировать Золотого А как мне Спланировать Бриллиантового И вот Ты знаешь Я наблюдаю Такую картину Что человек Тратит много Времени Чтобы нарисовать Какую-то Картинку Которую он Не понимает А потом Оправдывать Себя Что Он что-то Типа делает И у него Не получается Вот Давай Сформулирую Вопрос Так Володь Как правильно Спланировать Выход на Золотого Как правильно Спланировать Выход на Бриллиантового Значит Сначала Надо просто Поставить Цель Что такое Золотой Директор Что такое Золотой Директор Что такое Бриллиантовый Директор Что такое Исполнительный Директор Что такое Президент То есть Когда вы Начинаете Задумываться То есть Во-первых Анализировать Что это Такое Потому что Золотой Директор Это всего-навсего Два человека Ваших знакомых Которых вы Научили Или незнакомых С которыми еще познакомитесь, которых вы научили этому бизнесу. Что такое бриллиантовый директор? Это просто шесть человек ваших знакомых, которых вы научите этому бизнесу. Что такое исполнительный директор? Это всего 12 человек ваших знакомых. Понимаете? То есть не пол города, не пол страны, не пол мира. Всего 12 человек ваших знакомых. Или людей, с которыми вы сейчас познакомитесь. У меня нет знакомых, у меня нет знакомых. Выйдите на улицу, познакомитесь с кем-нибудь. Просто будь человеком, Баранкин, стань человеком, выйди на улицу, познакомься с людьми. У меня просто один лидер потрясающе сказал. Он говорит, я гинеколог по профессии. А когда поехал в Израиль, выяснилось, что там я по профессии работать не могу. Тут я посмотрел в правде глаза. Как гинеколог. И выяснилось, что на самом деле надо что-то менять в своей жизни. Сейчас коронавирус очень многих людей заставит поменять свою жизнь. Я всю жизнь в правде смотрел в глаза гинеколога. И на самом деле, ребята, жизнь поменять можно. Было бы желание. Потому что на самом деле планировать надо от обратного. Ставите себе цель, раскрываете ее. Не усложняйте простое. Упрощайте сложное. На самом деле, иногда люди просто затрахивают этими вопросами. Как делать, что делать там. Где искать людей. Где искать заказы. Где я там буду делать. А надо ли делать 150 баллов. А надо ли мне становиться золотым директором. А надо ли мне ставить перед собой задачу быть президентом. Понимаете? Тамила, она посмотрела сразу на последнюю страницу плана успеха. Она говорит, за что меня будет фильм по максимуму благодарить. Посмотрела исполнительный директор. Сколько это говорят? 12 групп сегодня. 12 человек моих знакомых. У меня знакомых гораздо больше. Понимаете? Вот если вы на самом деле начнете смотреть на последнюю страницу. На максимальную, на самую вершину плана успеха. Начнете от этого планировать, отталкивать. Вот. Ну, как съесть самого большого слона. Каждый раз откусывая по маленькому кусочку. То есть, большую задачу упрощаете и раскладываете до сегодняшнего дня. То есть, ставите себе срок через год исполнительный директор. И начинаете от обратного считать. Что я должен сделать за сегодняшний день, чтобы у меня через год был исполнительный. Вот это называется планирование. Потому что один из постов у меня там вот, который, понимаете, вот, ребят, на самом деле меня немножко травмирует, почему люди смотрят только последние посты в Инстаграм. Вот. На самом деле меня просто удивительно, потому что я там написал очень хороший пост, но на следующий день такой энтузиазм у меня там сразу за сутки три тысячи там с лишним этих самых. Вот. И я просто следом, прямо вот паровозом еще один пост загнал. Думаю, ну, сейчас вот бам, предыдущие остановились просматривать. Там уже в Фитнес-Сале очень интересные посты есть, и я не понимаю, почему люди не просматривают, потому что на самом деле ну, я выкладываю сюда как бы главы своей будущей книги, и каждый из них законченный, каждый из них актуальный, каждый из них, понимаете, не похлопаем, потопаем, а именно философские размышления просто, мои мысли по поводу роста, по поводу планирования, по поводу успеха, по поводу стать хозяином своей жизни, по поводу... там очень-очень много как бы рекомендаций, просто как это все взять, как это сделать в своей жизни. Там и философские, и психологические, и экономические рекомендации, и работа с людьми, там все есть. Читайте, читайте, все написано. Володь, давай продолжим, знаешь, о чем? По поводу планки. Вот вопрос, как поднять планку себе, и партнером своей команды? Вообще, реально ли поднять планку другому человеку? И как поднять ее самому себе? Реально поднять, ребята, и надо все время поднимать себе планку. Потому что, на самом деле, успешные люди в этой жизни, они не ждут мотивацию, они ищут мотивацию, они сами себе создают мотивацию. Вот, они сами, просто сами перед собой ставят задачу, что меня могло бы замотивировать, чтобы я вот проделал такую колоссальную работу. На самом деле, колоссальная, колоссальная, ребят, я не это самое, у меня просто один из лидеров, он сказал так, если вы ищете работу, то это не ко мне, это к терапевту. Если ищете работу, то это не ко мне, это к терапевту. У меня, говорит, пахать надо. Ну, тут есть за что пахать, тут есть за что пахать. На самом деле, в течение одной жизни сделать с долларом миллионером, это дорогого стоит. Вот. И поэтому, на самом деле, ну, как это сказать, поднимать себе планку можно разными способами. Можно просто посмотреть фильмы про красивую жизнь и задуматься, а почему ты так не живешь? Можно посмотреть на машины на улицу, посмотреть, на каких машинах люди ездят, задать себе вопрос, почему ты не ездишь на такой же машине. Посмотреть просто, какое образование дают своим детям. Успешные люди, успешные. Тем, на тех смотреть надо, кем вы хотели бы стать. На тех, кем бы вы хотели стать. И просто, вы просто попробуйте просто вот проанализировать, что их двигает, почему они живут так, что вы хотели бы из их жизни. Потому что, понимаете, вот ждать, что сейчас придет там Полежаев и вас промотивирует, а вдруг не придет, а вдруг не промотивирует. Эдуард Васильев, это самое, наши ежики очень интересные птицы, пока пинка не дашь, не летают. Ждете Эдуарда Васильева, он может, он может, он видит, как он отжимается, видит, как он упражнение не делает, он может пинка дать, будь здоров. Полетишь до самого Парижа без остановки, как фанера над Парижем. Летят перелетные птицы, понимаете? Но в этом ли смысл? Ребята, понимаете, в чем дело? Если вы рассчитываете, что кто-то придет и перекладывает ответственность за свою жизнь на кого-то другого, то грош вам цена. Нет такого понятия мотивации, есть понятие самомотивации. Только самомотивация. Это самое оптимальное, это самое сильное, это самое жгуткое, самодисциплина, самомотивация, самотрудолюбие, само-само-само. Нельзя ждать, что кто-то будет вашим начальником. Понимаете? Ну, то есть, если вы не придумаете занятия, вы будете выполнять чужие. Чужие мечты. Если вы сами себе не назначите зарплату, за вас это делает кто-то другой. Если вы не найдете, чем вы будете заниматься, за вас это делает кто-то другой. Такие вещи нельзя отдавать другим. Поэтому говорят, что не ждите, чтобы вас жизнь учила. Будьте самоучками. Возможно, все надо только придумать как. Вот это пусть вас не останавливает, на самом деле. Давай. Круто, круто. Володь, скажи, вот я все-таки зацеплюсь еще вокруг этой темы, хочу покрутиться. Скажи, вот успешный человек, он же как-то по-другому думает. Вот по-твоему, что отличает мышление успешного человека? Вот что у него по-другому думает? Вот что у него там в голове? Ребят, вы знаете, у успешного человека тоже бывает облома. У него тоже бывает плохое настроение. Но он не позволяет этим состоянием занимать руководящую роль в своей жизни. У него тоже бывает облома. У него тоже не все получается с первого раза. Но он в поиске, он ищет, он хочет жить по-другому. Он ищет, как это сделать по-другому. Понимаете, хоть камни с неба падать будут, все равно он будет искать, он не остановится. Вот это вот необходимое качество успешного человека. Давай следующий вопрос. Круто. Круто, Володь. Хорошо. А скажи, как мотивировать тех, кто сдулся в команде? Вот вроде бы вместе начали, но вот сдулся человек, да? Во-первых, надо узнать, что случилось. Потому что очень часто люди сдуваются по определенным причинам. Или с родителями что-то случилось, или с детьми что-то случилось, или с женой, с супругой, с родственниками. Бывает так, что просто бывает, что психологическая неустойчивость. Бывает, что внешние условия. То есть причин очень много. Надо сначала выяснить. Если вы выясните, что, Савис, что-то можно исправить, исправляйте. Если нет, там, понимаете, опять-таки, если человек сдулся, если человеку уже вы на него не рассчитываете, хотя если он уже делал что-то и уже доказал своими результатами, что он умеет это делать, конечно, проще, конечно, позвонить и просто пообщаться с ним, по-человечески, просто узнать, что случилось, почему остановился, почему, потому что на самом деле, вот, знаете, вот просто есть такая интересная фраза, чужую беду руками разведу. Чужую беду руками разведу. Почему? Да потому что решение чужих проблем мы все видим сразу. Как непонятно, ну что же, надо просто сделать вот так, вот так, вот так, когда вопрос касается чужого человека. Когда вопрос касается себя, попадая в ту же самую ситуацию, мы вдруг разводим руками, говорят, а что можно сделать? То есть, на самом деле, очень часто люди, попадая во внутрь ситуации, то они просто теряются и не понимают, что можно делать. Хотя, если бы это касалось других, они бы тоже по счету выдали бы совет и рекомендации. Вот. И поэтому, на самом деле, как бы, сильные люди тоже, ведь, но они не имеют права ждать, кто-нибудь придет или их замотивирует. Они просто что делают? Они просто поднимаются на балкон, поднимаются на балкон, смотрят на ситуацию сверху и со стороны, вот, ведет человек переговоры. Я смотрю, просто выхожу, как бы, на балкон себя и смотрю просто, как я веду, как он себя ведет, как он вопросы задает, как я отвечаю. Понимаете? И смотрю, что за ситуация случилась. А чужую ситуацию я всегда дам совет. Если посмотреть на свою ситуацию, на чужую, то решение тут же находится. Хороший человек. Просто уснул, что мы... Ребятам надо просто позвонить, спросить, что за ситуация. Он внутри своей ситуации, находясь внутри ее, он не видит решения, а мы можем найти решение. Потому что, на самом деле, когда вот происходит какая-то гадость, то... Вот я очень часто задаю вопрос. Ребята, когда что-то происходит, кто кого контролирует? Вы ситуация или ситуация у вас? И очень часто эта ситуация контролирует людей. Вот. И есть четкая рекомендация. Чтобы контролировать любую ситуацию, надо выйти из-под ее контроля. Чтобы контролировать любую ситуацию, надо выйти из-под ее контроля. Как только вы вышли из-под контроля ситуации, поднялись на балкон и посмотрели ситуацию как на чужую, все, вы уже становитесь хозяином ситуации. Вы только находите отношения. Вот, очень часто люди, на самом деле, понимаете, почему вообще вот это вот, если появляется у людей, когда попадает в трудную ситуацию, позвонить маме, позвонить там на груди у кого-то поплакать, там кому-то пожаловаться, кому-то с кем-то посоветоваться, потому что чужой человек всегда найдет выход из своей ситуации. Там, где ты не видишь выход, выход всегда есть. Понимаете, говорят так, что выход есть из любой ситуации. Даже если вас проглотил УДАП, у вас как минимум два выхода. Да-да-да-да-да-да-да. Володь, скажи, скажи, пожалуйста, по поводу упрощать сложное, да? Вот по-простому, что сейчас важно делать, чтобы был рост? Надо строить организацию, надо рекрутировать людей. Значит, вообще, я просто, знаете, говорю так, что любые как бы звания в Арифлейме, любые заработки в Арифлейме зависят от количества людей. Просто от количества людей. Вот, причем процесс рекрутинга не должен прекращаться никогда. Никогда. Иногда мне задают вопрос, что важнее рекрутинг и обучение? Это совершенно разные два направления работы. Рекрутинг должен не останавливаться, не прекращаться никогда. Да, почему? Потому что наш человек, который придет в этот бизнес послезавтра, он тоже имеет право быть директором. Обучение построенной организации, это уже совсем другая работа, которая должна ни в коем случае не перетекаться, ни в коем случае не заменять первую. Я бы на этом вообще бы закрыл эфир, потому что я прям полностью с тобой разделяю вот это мнение. Рекрутинг – это, ты знаешь, как мы говорим, сердцебиение бизнеса. Скажи, Володь, вот по поводу обучения, как не заиграться в обучение? Скажи, что ключевое вот в обучении? Вот что значит обучать свою команду? А то, знаешь, вот я частенько вижу такую ситуацию. Человек нарекрутировал какую-то группу людей, а потом он стал, ну такой, знаешь, маленький царек. И он вот начинает и мотивировать, и мотивировать, и обучать команду, и пытается их погонять, а рекрутирование убилось. Вот что такое обучение тогда, Володь? Вы знаете, я, например, ну, на самом деле собираю материалы для книги, да, я надеюсь, что она скоро выйдет. Когда выйдет, вы все узнаете, не надо мне задавать вопрос когда, потому что не надо меня бить по-больному, потому что я сам уже 8 лет материалы уже собраны, просто их надо систематизировать и издать. Вот. Но они все время дополняются, они все время дополняются. Вот, и поэтому сам себя перебил. Значит, я просто как-то раз встретился с Нарбековым. Вот. Обычно Нарбеков, мы разговарим, Нарбеков очень интересный человек, на самом деле вот восточный мудрец, сейчас вот ведет группу, прям набирает и ведет группу таких вот единомышленников, которые на самом деле продвинутые туда философию, философию успеха, философию жизни, философию общения. Вот. И он обычно работает с продвинутыми учениками, с новичками работают его, его, как бы, его ученики. Вот. И вдруг Марго купила билеты на Нарбекова, приходят там ученики, 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 когда она приходит, говорит, папа сам Нарбеков вышел. Я говорю, ты не можешь быть, Нарбеков уже с новичками не работает. Вот. И он вышел, когда я поехал, говорит, не веришь, пойди сам посмотри. Я поехал, посмотрел. Ребят, понимаете, с одного занятия у Нарбекова я вынес столько интересных методов, просто столько интересных, столько интересной информации. Потому что, например, он говорит, что, вот, ребята, я сейчас вышел на вас, на новичков. Вот. Почему я вышел? Потому что я работаю только с продвинутыми. Но у меня сейчас есть один, как бы, мой ученик, который является черным поясом по карате. Черным поясом. Восточным ненаборством. Вот. И он мне задал вопрос. Слушай, Мироскарим, я так понял, что ты сейчас не работаешь с новичками. Он говорит, нет, не работаю. А мне этот вот ученик говорит, почему ты уходишь от схватки с самым сильным соперником, с новичком? Лико работает с человеком, который уже признал тебя за учитель. А вот попробуй человеку, который не признал тебя за учитель, сказать, что ты ему можешь быть полезным. Не уходи от схватки с самым сильным соперником, с новичком. это на самом деле так, это на самом деле так, потому что на самом деле новичок очень неудобный человек, потому что он может такие вопросы задать, которые не придумает ни один профессионал, нарочно себя будет думать. Понимаете? Но когда вы с ними работаете, они вам задают вопросы, которые вам раньше не задавали, вы начинаете думать, вы начинаете шевелить мозгами и что-то новое узнаете. Понимаете? И многие люди, многие лидеры, просто чтобы не нарываться на самых сложных соперников, они отказываются работать с новичками. Они готовы обучать свою организацию чему угодно, как угодно, сколько угодно, где угодно, лишь бы не встречаться с самым сильным соперником, с новичком, который еще не знает, что Ари Флэм это может быть серьезным бизнесом. Понимаете? Вот. И поэтому, и кстати, они готовы читать лекции, они работают там с своими организациями, я работаю с организацией, работаю на глубину, чепуха все это. В глубину должны работать ваши люди. А вы должны просто обучать, как они должны работать. А как обучать на новых примерах, на новой крови, на новых людях? Потому что сейчас сделали 12 групп, да? Ребята, уверяю вас, если у вас будет 18 групп, ваша зарплата будет больше. И у вас появится выбор, с кем работать. Не просто насильно делать 12 исполнительных или 12 бриллиантовых, а у вас просто появится выбор. Если у вас 18 в первой ветке, если у вас 24 в первой ветке, то на самом деле у вас всегда есть выбор, с кем работать дальше, кого двигать на бриллианты. Вот. И поэтому сам себя сбил. По поводу обучения, Володь, что важно, как обучать? Как обучать? А, я просто хотел еще рассказать, что, кстати, когда появляются такие лидеры, которые замыкаются только на обучении уже приглашенных людей. И даже есть такой аргумент, что я не могу работать с новичками, я работаю только со своими организациями, я их обучаю, я полезно, они сидят, они записывают. Но вы поймите просто, что люди тоже готовы что угодно делать, даже готовы обучаться, готовы записывать даже, лишь бы ничего не делать, лишь бы не идти к новичкам, к самому сильному сопернику. Вот. И получается замкнутый круг. То есть вы испугались, ваши люди испугались, вы их загружаете по полной программе, они сидят 24 часа, учатся, но никто не делает шага для того, чтобы заговорить с новым человеком, чтобы получить нового директора, чтобы получить новое звание. Вот. И поэтому на самом деле, ребята, тут самое главное, это личный пример. Самое главное, это ваши новые крови. Очень мотивирует новые крови. Почему? Потому что вы уже давно в бизнесе, вы уже, может быть, даже уже где-то стали, может быть, это самое, но когда вы видите, что новичок, который вчера еще только не верил, что это может быть бизнесом, пришел и вышел сначала на 9%, потом на 12%, потом он становится директором, у него глаза горят, знаете, как в старом советском анекдоте, длинный шерсть, длинный хвост, глаза горят, а шерсти нет. Это очередь за шерстью. Понимаете, ребята, то есть на самом деле, когда у вас будут гореть глаза, когда у ваших новичков будут гореть глаза, вот от них вы будете заряжаться на новые подвиги, будете заряжаться на новые приглашения, на новую работу, потому что лучше всего мотивирует не ваш результат, а мотивирует результат людей, которые вам поверили. Вот когда у вас будет динамика результатов, которые вам поверили, за вами пошли, и начали складываться заработки, когда они начали работать, у них появляются зарплаты, когда у них загораются глаза, вот это дорогого стоит. Володя, где ты берешь силы, где ты берешь силы, вот в глазах людей, которые поверили мне, пошли за мной и я их вывожу в Париж и с ними хожу, показываю Триумфальная арка, Елисейские поля Эйфелева башни, как будто они сами не видят но для меня это очень важно для меня это очень важно, что люди, которые мне поверили которые за мной пошли, сейчас я им показываю Триумфальную арку, Елисейские поля Эйфелева башни интересно очень интересно, очень Володь, тогда давай я все-таки вцеплюсь в тебя еще по поводу обучения, а чему конкретно обучать и как обучать в нынешней реальности еще раз чему обучать и как обучать в нынешней реальности значит чему обучать, сетевому маркетингу сетевому маркетингу 10 уроков салфетка, большое раскрывает секреты, это азбука и букварь этого бизнеса ни один человек не думает даже учиться по-русски читать и писать пока не начинает все с азов азбука и букварь вот азбука и букварь этого бизнеса 10 уроков салфетка, большое раскрывает секреты брошь цена человеку который приходит в незаконный ему бизнес и пытается нахрапом, без большей попытки научиться чему-то, стать профессионалом пытается добиться результата, потом выжимает, а у меня руками разводит, а у меня не получилось а хер ли у тебя должно получаться если ты даже не знаешь чем ты занимаешься класс психология, самосовершенненная, работа над собой, работа в поле чем ценна работа в поле потому что люди вам задают вопросы на которые вы если даже не знаете ответы вы начнете искать эти ответы задавать вопросы спонсору начинать читать книжки начинать искать эти ответы понимаете вы lived вы непрерывно растёте 10 тысяч человек по одному шампуню 10 тысяч шампунь столько никогда не продадите понимаете, если у вас не хватает баллов не значит что вы не должны что-то в закупаться это не значит что у вас не хватает баллов Не хватает 200 баллов Для какой-то квалификации Значит у вас не хватает 2 человек, которые сделают заказ по 100 баллов Если у вас не хватает 4000 баллов Для выполнения следующей квалификации Это не значит, что вы должны делать заказ на 4000 баллов Это значит, что у вашей организации не хватает 40 человек Которые сделают по 100 баллов И все Все вопросы решаем количеством людей Работа с людьми Научиться понимать людей для них понятно научиться на самом деле работать с людьми научиться коммуникации, научиться на самом деле доносить до них информацию это дорогого стоит еще этот Лия Кока Лия Кока, который поднял General Motors, он сказал, что умение общаться с людьми это такой же товар, как чай и сахар но за это умение общаться, я заплачу гораздо больше чем за чай или за сахар в кофе это дорогого стоит и поэтому на самом деле надо просто поднимать свою стоимость на этом рынке, я очень часто привожу такой пример, что и банкир, и дворник работают по 8 часов в сутки и банкир, и дворник, но у них зарплата разная, почему? Потому что они разную ценность приносят на рынок и поэтому каждый из нас может повысить свою ценность как? Через знания через книги, через общение со спонсором, с лидерами в поле в поле работы больше всего мы с Томилой научились у новичков у нас нету спонсора нам вообще некому учить, понимаете? у Томилы не было приезжая у спонсора где она училась? в поле, ребята больше всего мы научились у новичков потому что только новички могут так сформулировать вопрос как ни один профессионал нарочно не придумает и пока ты ищешь, как ему ответить ты что-то узнаешь ты что-то растешь ты изменяешься потому что на самом деле работа с людьми, она очень интересная работа люди, они все разные разное образование, разное воспитание разное окружение они задают разные вопросы и попытки найти ответ на эти вопросы вы обречены вы обречены на самосовершенствование непрерывное самосовершенствование непрерывное круто скажи, пожалуйста ну вот сейчас я комментарии читал там позволь, я ставлю свои пять копеек в любом случае каждый слушает тебя вот я сейчас смотрю в меру своей испорченности скажи, пожалуйста помнишь, ты вот нам рассказывал момент я его очень хорошо запомнил люди не слышат то, что мы говорим люди слышат то, что они хотят слышать почему так происходит, Володь? вот ты одно и то же говоришь ну вот я для тебя записал самую ключевую мысль знаешь какую? я буду рекрутировать каждый день и буду отслеживать чтобы у меня было 80-90% времени в рекрутинге и мне нужно обучать своих людей вот тому, как я рекрутирую и показывать им, как я работаю со своими новыми людьми заново перечитать 10 уроков заново перечитать большой раскрывает секреты но я читаю блин это я себе сделал выводы, Володь это то, что я беру вооружение но я сейчас читаю комментарии и я вижу, блин, другую фигню вот почему так, Володь, происходит? ты одно и то же говоришь всем нам но каждый слышит по-другому почему? ну ну, знаешь, это разными причинами объясняется потому что, во-первых образование, воспитание людей просто вот я вижу тут самое не все банкиры такую ценность представляют как там, как дворники ребят, понимаете, я вам сейчас говорю о идеале я вам сейчас говорю о том, куда стремиться понимаете, а вы сейчас будете мне цепляться что дворники есть ценнее да, конечно, блин, когда сам банкир насрет на улице блин, конечно, нужен дворник и он ценнее, чем насравший банкир понимаете, но вопрос не в этом вопрос в том, что мы говорим о больших ценностях мы говорим о больших планах о больших горизонтах мы говорим вообще о возможностях они, блин, не пытаемся соревноваться кто дальше писает дворник или банкир Володь, Володь, я хочу, знаешь, уйти в плоскость про характер. Скажи, все-таки, Володь, все-таки, давай вот выведем. Знание или характер определяет успех? Ты знаешь, я думаю, что и то, и другое, причем обе характеристики, которые ты сейчас сказал, они приобретаемые, и знания просто приобретаемые. И причем я точно уверен, что на самом деле, я просто всегда говорю на презентациях, передаю слова Томила, когда я спрашиваю, как привлекать людей, она говорит, в этом бизнесе надо не тянуться к людям, надо сделать так, чтобы люди тянулись к вам. А это будет только в одном случае, если с вами будет интересно, если будете много знать, много читать, много уметь, если много сделаете, понимаете, когда вам будет чем поделиться, в каком случае люди сами за вами пойдут, они сами будут привлекаться. В первую очередь, в этой жизни надо просто самому стать интересным человеком. Как? Через знания, через обучение, через тренировки. Знаете, один человек говорит, ну да, мне везет, мне говорят, что я не везет. Я тоже обратил внимание, что чем больше я тренируюсь, тем больше мне везет. Другой я сказал так, Вы хотите меня обогнать? Вы хотите меня обогнать? Тогда тренируйтесь больше меня. Тренируйтесь больше меня. Читайте больше книг. Встречайте больше семинаров. Просто встречайтесь больше с лидером. Встречайтесь с новичками, они самые хорошие учителя. Новички. Они самые неудобные, они самые трудные. Они еще не знают, что вы можете быть для них полезны. Вот докажите вы это, потренируйтесь. Потренируйтесь. дисциплина. Дисциплина, в общем, понимаете, ребята, вот сейчас спрашивают, мотивация или дисциплина, что важнее? Что такое мотивация? Мотивация, дисциплина, мотивация, это желание что-то сделать. Мотивация, это желание что-то сделать. Дисциплина, это умение оставаться внутри мотивации. Что важнее, обучение или это самое? То и другое важно. И то и другое. Понимаете, если вы приобрели целую кучу знаний, если вы приобретете сейчас все знания, и не будете ничего делать, то грош цена стоит. Цена вашим знаниям. Ваши знаниям стоят столько же, сколько песок кроковых. Если вы свои знания не применяете в деле. А для этого нужна дисциплина. А для этого нужна амбиция. А для этого нужно просто на самом деле умение общаться. Это приобретаемые вещи. Все. Где вы ночью не сплавать? В бассейне, блин. Это все приобретаемые вещи. И дисциплина, и характер. И мотивация. И все остальное. Просто надо ставить перед собой цель и к ним идти. Через не могу, через не хочу. Вы знаете, вот я... У меня есть один друг. Он от руки переписал от руки переписал Библию. По одной главе в день. Почему? Почему? Делать нечего. Сейчас у нас серксы, сейчас у нас типография. Я все дурака валял, от руки переписывал. А знаете почему? Потому что он прочел как-то раз, что самым сложным испытанием для Поросского оказалось переписывать Библию по одной главе в день. Солнце на улице глава в день. Дождь на улице глава в день. Снег, буран, ты болеешь, ты здоров. День рождения у детей по одной главе в день. Понимаете? Дисциплина. Мотивация. Понимаешь, когда ты пьяный после попойки, бля, одна глава в день. Одна глава в день. Когда нету желания, нету сил, нету вообще ничего, бля, одна глава в день. Вот. Он сам себе устроил просто проверку. Он прошел эту проверку. А вы пройдете такую проверку? Мой друг прошел. И у меня есть такой образец. У меня есть перед глазами такой человек, если он ставит себе какую-то задачу, он ее делает. Он ее делает по одной главе в день. Я там даже написал, просто как я делаю язык. Три слова в день. Всего три слова в день. Но каждый день. Всего три слова в день. Одна регистрация в день. Володь. Одна регистрация в день. Одна регистрация в день. Ну, для начала одна регистрация в день. Потом, когда вы на самом деле научитесь это делать, вот просто одна регистрация в день. У меня Тамила просто говорит так, кого завтра регистрируем? Я говорю, никого. Значит, после завтра двух. У нее просто в мозгах была одна регистрация в день. И хоть вообще не расцветает. про кукареку, там хоть одна регистрация в день. Потому что, когда вы потом научитесь это делать, для вас будет легко делать и сто регистраций в день. Просто что такое мастерство? Мастера работают быстро, не за счет суеты. Они работают быстро за счет чувства лишних движений. Если вы что-то научились делать, что-то научились делать, понимаете, вот это уже отнять нельзя. Это как-то из данной велосипедии. Научились ездить, все. Через 50 лет сели, опять сели и поехали. Если вы что-то научились делать. Самое главное, понимаете, вот, ребята, если я вас интересуюсь, то если вам дали образование, это не значит, что вы его получили. Если вам дали образование, это не значит, что вы его получили. Но сам человек может научиться чему угодно. Лошадь можно насильно привезти к тополу, заставить ее пить насильно невозможно. Но в лошаде можно разбудить жажду, и она сама найдет водопой и сама напьется. Круто. Круто. И вот просто учиться, просто учиться на самом деле, общаться с людьми, учиться коммуникации, учиться вообще психологии, философии, учиться, учиться экономике, чтобы вам с вами было интересно. Читать книги, ходить на семинары, общаться с успешными людьми. У них всегда есть чему научиться. Просто не успокаивайтесь, не останавливайтесь, просто работайте, работайте над собой, работайте над окружающими. Это обязательно скажется. Это всегда, знаете, вот прочительная книга, она карман не тянет, ее тяжело. Она где-то вот здесь вот накладывается, как эта самая программа, а в нужный момент вся информация всплывает. Носить не тяжело. Ребята, читайте как можно больше, учитесь как можно больше. Все, весь ваш опыт, он всегда когда-то пригодится. Набирайтесь опыта, на самом деле из дворника стать банкиром, на самом деле за одно и то же время зарабатывать больше. Поднимайте свою ценность. Там просто, понимаете, Джим Рональд, он там привел такой пример, что вот ваши ценности, например, 5 долларов в час. Вы можете свою ценность поднять до 10 долларов в час? Могу. А до 23 долларов в час? Можете? Могу. А до 100 долларов в час? Ты можешь поднять свою? Ну, пока нет. Ну, значит, еще надо учиться. Значит, учиться надо. Классно. Классно, молодец. А сейчас просто уникальное время для возможности учиться. Потому что у меня вот Сижан как-то раз спросил, папа, как вы, говорит, учились, говорит, в ваше время, там, в 70-х годах? Потому что на самом деле интернета же не было. Я говорю, в библиотеки ходили. В библиотеки ходили. Книжки конспектировали. От руки не было ксеркса. От руки переписывали. А сейчас просто вот открыли интернет, и вот она вся сокровищница знаний человечества. И я просто уже это говорил, что, ребята, понимаете, вот сейчас, на самом деле, вот коронавирус, сейчас, как ее там зовут, самоизоляция, на самом деле, для кого-то это просто повод расплакаться, а для кого-то это просто повод повысить свою ценность на рынке. Почему? Потому что, нет, можно сейчас все новости узнать в интернете, можно сейчас просто облазить, вообще серфить по этому самому, узнать все сплетнего, узнать все эти вот про Бузову, про Собчак, про... все новости узнать, понимаете? Курс доллара в Шри-Ланке, вообще погода в Непале, все можно узнать, понимаете? Можно просто серфить и просто время убивать, понимаете? Вот просто, вот, я, это самое, на самом деле, на одном из эфиров провел такой эксперимент, что человеческая жизнь равняется где-то 70 лет. 70 лет умножить на 365 дней, получается 25 тысяч дней в году. За вашу жизнь у вас всего 25 тысяч дней. Ну, не верите, давайте сейчас еще раз проверим. Значит, смотрите, вот я просто беру калькулятор, обычный калькулятор. Вот, смотрите. Да, да, да. Так, значит, берем, сколько, 70 лет, я сказал. Да. Умножаем на 365 дней. Равняется 25 тысяч дней в жизни вашей. Умножаем это на на 24 часа. 613 тысяч часов всего жизнь человек, который поживет 70 лет. Всего 613, если бы час просто своей жизни просто не знаю даже сока подобрать. Что с ними сделали, корзину бросили, постепенно бы всю свою жизнь в унитаз таким методом. Если умножить, это часов. Да? Это часов? Да, да, да. 613 тысяч часов всего. Любая человеческая жизнь, которая длится 70 лет, это всего 613 тысяч часов. Умножить это на 60 минут. 36 миллионов минут. Если мы 5 минут там простояли под крышей от зонта, 5 минут своей жизни мы спустили в унитаз. Вы просто вот просто помечтали, расслабились там это самое полчаса. 30 минут из этого выщитите бесцельно прожитой жизни. Просто бесцельно прожитой жизни. Фигенско. Ваш выбор. Володь, спасибо тебе. Спасибо большое. У нас, я гляжу, эфир уже к завершению подходит. Давай к завершению, Владимир. У нас впереди два дня завершения каталога, а потом начнется новый. И начнется лето уже. В напутстве от Владимира Полежаева на летний период. Напутствие. Ребята, знаете, осталось минуты 30. Значит, напутствие, напутствие, напутствие. Вот это лето, знаете, вот есть такая книжка у Джима Рона, называется сезонной жизни. Он говорит, что все в этой жизни подчиняется сезонности. Начиная от погоды, весна, лето, осень, зима. Весна, лето, осень, зима. Весна, это время сажать урожай. Лето, время ухаживать за урожай. Осень, это время собирать урожай. Зима, это время готовиться к будущей весне, которая обязательно наступит. Можете верить, может не верить, но весна обязательно наступит. И к ней надо готовиться. Если кто-то зиму провел в истерике, в плаче, рвать волоса где угодно у себя, то его весна застоять неожиданно. Весна обязательно будет. Время цикличности жизни утверждает, что за зимой обязательно идет весна. И это касается не только бизнеса, это касается не только Арифлейм, это касается семейных отношений. Причем это касается бизнеса, это касается работы, это касается детей. Но самое главное, они могут не совпадать с временами года, но законы весна, лето, осень, зима повторяются во всем. Спасибо за эфир. Спасибо, Володь. Спасибо, дорогой. Пока, пока, Володь. 10 секунд осталось. Сейчас. 6, 5, 4, 3.